Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Марков. Вы смотрите литературную дуэль на канале Русский мир. И сегодня мы поговорим о классическом искусстве в современных реалиях. Выясним, рудимент прошлого ли оно, или это некий курс на обновление. И поговорим мы об этом с художником, культурологом и дизайнером Денисом Гордари. Здравствуйте, Денис! Здравствуйте! И искусствоведом, основателем онлайн-проекта Школы популярного искусства «Опп. Поп. Арт» Анастасией Постригай. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, эталоном любого искусства, похоже, является классика. И вся история человечества в ней. И грандиозная идея устройства нашего мира, и осмысление места человека в этой вселенной. Но многое как будто бы уже устарело и не слишком понятно подрастающим поколениям. В то же время современное искусство тоже обвиняют в том, что оно вроде как непонятно. Где вот золотая середина и существует ли она? Будем сегодня с этим разбираться. И первый вопрос, друзья, такой к вам. А что такое искусство вообще? Такой легкий вопрос для начала. Легкий. Можно, конечно, есть. Да, легкий вопрос для начала. Тут вопрос, ответ на который ищут уже на протяжении многих сотен лет, и пока никто не нашел. Как Жан Кокто говорил в свое время, сто с лишним лет назад, я совершенно точно знаю, что людям очень нужно искусство. Но вот только совсем не знаю зачем. В действительности можно, конечно, замечательно провести время и так. Есть, пить, спать. Ну, какие еще вещи? Ну, и все, и нормально. И хорошо. Никто не умрет, поверьте. Но почему-то нас это привлекает, когда мы видим что-то не созданное природой, потому что искусство это же все-таки не созданное природой или созданное? Это создано человеком, который по образу подобию Божьему. Так. Соответственно, это... Преломляет как-то, изменяет. Однозначно. Да. И вот когда мы это видим, мы останавливаемся, нам интересно. Потому что в искусстве есть, в настоящем искусстве, но об этом мы еще поговорим, как определить, где настоящее, где не настоящее, и возможно ли это, есть искорка. Вот именно от нашего творца, потому что он первый художник, он первый творец. И человеку нужна вот эта сопричастность с чем-то высоким. И можно, конечно, восполнять свои приземленные потребности, и не только приземленные, да, например, найти свою любовь и так далее. Но без искусства жизнь будет лишена вот этого творчества. То, с чего началась жизнь. Поэтому нам нужно быть творцами. По сути, искусство помогает, получается, да? Помогает нам реализовывать нашу миссию. Вот это со-творца. Да. Ну, это как религия. Я в искусстве уже с 2001 года, и мне кажется, что да. Я уже давным-давно в какой-то секте, и жить я без этого не могу. На самом деле, то, что сейчас, ту мысль, которую Настя озвучила, это одна из двух главных мыслей в отношении вопроса, что такое искусство. Если вот взять и так, ну, вот прямо махнуть рукой и разделить все точки зрения на этот вопрос на две принципиально разные, две глобальные, противодействующие, спорящие друг с другом на сегодняшний день в теории этого дела, то их можно разделить на две, на антологический лагерь и институциональный. Вот то, что Настя озвучила, это антологический лагерь. То есть, грубо говоря, это те люди, которые считают, что в искусстве есть некая или сакральная, или метафизическая основа. Искусство – это то, что производит диалог с истиной. А истина находится где-то там. Это вот и в искусстве, соответственно, есть свое собственное внутреннее содержание, не заимствованное откуда-то еще. Из религии, из социального пространства, из психологии, из бытовой жизни. Вот это антологический лагерь. Понятно, что точек зрения миллион. Ну, мы вот так вот взяли и все поделили на два глобально. Все будут отличаться или туда, или туда. У нас есть такая возможность сегодня. У нас есть такая возможность. Вот то, что Настя озвучила, и я очень прям сильно люблю этот лагерь и эту точку зрения. Мы все такие тут добрые, открытые, душевные. Вторая точка зрения, второй лагерь совокупности точек зрения. Его можно назвать институциональным. Это люди, которые говорят, что в действительности искусство – это то, что сам мир искусства признает за искусство. Сложная мысль. Мысль на самом деле очень простая. Вот то, что мир искусства называет искусством, вот то оно и есть. Под миром искусства понимается совокупность агентов этого пространства. То есть это художники, искусствоведы, кураторы, арт-критики, институции, всякие там музеи, галереи, фестивали. И вот все это пространство в виде агентов этого поля, в том числе и зрителей самих. Вот это вот все мир искусства. Это мы про Дюшана опять, да? Возвращаемся к Дюшану. Ну, Дюшан на самом деле был одним просто из первых людей, кто еще в то время, когда об этом никто не говорил, собственно, обратил на это внимание. Когда он сделал, начал делать свои произведения. Но прежде всего свой известный фонтан. Фонтан, да, который часто вот тоже наше современное пространство, прежде всего интернетное. Нам же кажется, что мы все знаем, что там все есть, мы открываем, там все написано. Но часто там написаны бредни всякие, которые не имеют никакого отношения к реальности. Но тем не менее, то, что Дюшан представил свой вот этот фонтан, но в действительности то, что пишут, что вот в 17-м году он его экспонировал, все его увидели, такого не было. Потому что он его не экспонировал. Его даже на выставку не пустили. Да, его даже на выставку не пустили. То есть это была выставка там, да, в Нью-Йорке, по-моему. Ну, кастинг не прошел. Он же сам состоял в жюри этой выставки. И он что сделал? Он взял, оформил вот этот свой писсуар, упаковал его и отправил по почте в адрес жюри. А сама по себе выставка была... Они принимали вообще любые работы. Любые работы. То есть это было для всех. На тот момент американское арт-пространство – это глубокая провинция вообще. То есть они принимали все, что угодно. И фактически Фонтан Дюшан был единственным произведением, которое не был принят в жюри. Зрители на тот момент его не видели. Как они его увидели? Дюшан после того, как эта выставка состоялась, он взял, сфотографировал свое произведение и написал по этому поводу статью, где объяснил, в чем дело, собственно говоря. И вот после этого... И тогда действительно на это никто особо внимания не обратил. И вся известность там уже этого Фонтана и самого Дюшана началась с легкой руки концептуалистов уже в 50-60-х годах. Да. Вот этот Фонтан. Но это хороший пример. Вот второго лагеря. Это хороший пример второго лагеря. Потому что именно об этом он прямо в тексте этой статьи об этом написал. Что фактически на сегодняшний день художнику для того, чтобы быть художником, совершенно не обязательно пользоваться холстом, красками, глином или еще чем-нибудь подобным, традиционным и нам понятным. Для этого художнику достаточно всего лишь самого факта более изъявления своего. Решить, что это мое... Он может как художник с высоты своего авторитета, при этом у него может быть вообще никакого авторитета. Он может просто сам себя заявить обществу, что я художник. Он может выбрать любой объект, окружающий его, указать в него пальцем, сказать, вот это произведение искусства. А почему? Потому что я так сказал, я художник. Я его помещаю в соответствующее пространство. В соответствующее пространство мысли, прежде всего. И в этом пространстве, не в бытовом, не в пространстве окружающей бытовой жизни. этот предмет или этот факт или это явление начинает приобретать другой смысл чтобы людям наш слушающим там за или читающим было более понятно я вот и разделил вот есть онтологически есть институциональный лагерь ну и то что настя сейчас сказала что сам художник может заявить это действительно так но гораздо более вероятная ситуация когда это делает не сам художник а в общем сообщества или сообщества или специалисты ну там свита да неважно мы сейчас не говорим о том плохо это или хорошо это неплохо и нехорошо тут сами по себе эти слова не очень подходят но они просто показывают существенную разницу вот есть две больших два больших лагерах и также есть два лагеря абсолютно разных людей которые одни говорят классика классика а второй год да ну классика вот современное искусство они как-то мирятся друг с другом конфликт и я честно что думаю что это выдуманный конфликт просто людям нравятся конфликты и жизнь без конфликтов скучна мне кажется этого конфликта не существует потому что классическое искусство с современным и современное с классическим они находятся в диалоге и показательно что тот же самый дюшан он находился в диалоге пусть в агрессивном но с классическим искусством можно вспомнить как он лизе прелисовал усики ну честно мы его классическое образование художественного оба его брата скульпторы классические он вырос из этого малевич что же самое у него есть работа частичные затмения это там опять же мона лиза но этот путь который он образовательный прошел тот же самый посмотреть на его работа начиная с 1904 там по 13 год когда он начинает мы обязательно это сделаем своему работу квадрату то вот все его работы посмотреть мы увидим как он очень быстро прошел путь от собственно говоря там вас есть пред даже пред импрессионистов импрессионизм экспрессионизм это вот все вот по путем пошлик искал у него там были поиски он постоянно обращался к классическому наследию собственно эта история я в целом согласен потому что настиг говорит но не то чтобы это выдуманная проблема она на самом деле существует на нас будет на поверхностном уровне тех людей которые вообще не в теме штука есть такая часто говоря активизировался вот так классическое искусство она уже понятно так людям понятно а современная она вот не по ничего не понятно на самом деле наоборот тоже хочу современное искусство как правило гораздо более понятно но она проще не смысле хуже проще там язык другой язык более понятно чем классическим вы меня конечно извините но если посмотреть допустим там не знаю аллегорическую серию серию юрера если у вас нет трех высших образований европейского это бы одной просмотрены или ничего да да не хватит этого ничего вы там не поймете потому что такие пласты и мифологические аллегорические исторические филологические философские там закопаны никакому современному искусству и не снилось это несмотря на то что я с огромным уважением отношусь к современному искусству вообще сделали из современного искусства такую за ум за умную пустышку да знаете я называю за умная пустышка они вот создали вокруг этого такой образ знаете фильм этом о чем говорят мужчины 1 плюс 1 мне все время приходится с этим сталкиваться когда я с людьми говорю о современном искусстве что мол это все за умная пустышка который стоит безумных денег вообще все непонятно непонятно я на что отвечаю всегда да как вот и денис что классическое искусство на настолько многослойное пойди разберись вот эти все мифологические сюжеты христианские сюжеты контекст когда то или иное событие произошло всю эту символику да там взять например голландское искусство да там копнешь одним одни устрицы чего стоишь смотришь на нутермор ты вроде наслаждаешься а понимаешь потом если копнешь глубже что там про порог про похоть и так далее вот где нужно копать вот здесь действительно за ум где действительно сложно а современное искусство оно действительно на чувственном восприятии основана в основном человек может даже не подготовленный прийти и уловить месседж а еще по поводу диалога современного и классического искусства вот есть конечно те которые в диалоге такие в активной позиции да и наступают а есть и которые как билл виола современный художник он начал работать 70-е годы и у него потрясающий диалог с классическим искусством саму с флоренцией он видел все эти работы возрождения и он это все интерпретирует по-своему видео арте восхитительные выставка вообще видео арта одно из самых ключевых имен в современном искусстве в современном современном искусстве такой значительный мастер всемирно признанный с выставками по всему миру с огромным авторитетом человек который по сути но можно сказать что один из тех кто создал видео видео арт который обращается постоянно к супер современным технологиям и при этом рефреном у него все время проходит обращение к классическому искусству к тем же самым возрожденцам я правильно понял что разный подход ну нужно использовать человеку в восприятии на то есть мы должны классический или не должны не знаю но нам должны до классическое искусство смотреть используя одни критерии оценки а современные другие или это не так да как вообще понимать искусство и как происходит это восприятие можете рассказать мне кажется что на уровне первый слой это вот чувство да может быть у дениса другая точка зрения но я когда своих учениц учу смотреть на искусство то прежде всего я им говорю не надо читать этикетку в музее там и на выставке современного искусства сначала вы посмотрите на объект и создайте свое собственное впечатление представление о том что это пусть у вас будет свой собственный вывод вот этот ключ то нужно же получить то есть человек не может подойти ну подождите я вот к вам села я к вам села я на вас посмотрела на то как у вас сочетается пуговичка с вашей водолазкой с вашими брюками у меня уже создалось впечатление о вас мне достаточно просто вот а потом когда я начинаю с вами разговаривать это все дополняется вот это первое впечатление важно включить свои чувства свои эмоции переживания чем больше ты смотришь надо прокачивать свою насмотренность чем больше ты смотришь чем тем быстрее ты начинаешь диалог с произведением искусства а потом уже происходит вторая стадия узнавания когда-то на основе своих знаний накопленной своей базы данные голове уже начинаешь встраивать это в систему какую-то или ты понимаешь что это вообще не встраивается в систему и начинаешь анализировать почему денисто и по-моему со мной не согласен не то чтобы не согласился просто ну вот смотрите у нас есть некое привычное каком бытовом сознании привычная модель восприятия какая она мы смотрим на мир у нас возникает ощущение потом в результате этих ощущений получается какой-то образ мысль и стратегии поведение образ мысль потом за ними интерпретация если взять современные когнитивные исследования например нейрофизиология говорит что несколько сложнее все происходит происходит чуть по-другому если вот есть мы смотрим на мир появляется ощущение но после ощущений происходит так называемая первичная сборка после этой первичной сборки уже происходит само восприятие которое вызывает образ мысль и дальше интерпретация первичная сборка правильно я понимаю на в подсознании не регистрирует именно это я хочу и за дело в том что при возникновении ощущений на этапе первичной сборки наш мозг самостоятельно конструирует как бы картинку у нас голове без нашего участия чем это происходит до сознательно да и он конструирует эту картинку на основе вот этих наших ощущений о чем говорит насти и то что она начала дальше играет просто я такую научную нотку да да пожалуйста но не только на основе ощущений а еще на основании нашего предшествующего субъективного опыта то есть ту разрозненную информацию которую получает мозг он пропускает через несколько предшествующий до объем нашей памяти фактически конструируя вот этот вот образ мысль которую мы получаем о чем это говорит это говорит о том что наше восприятие очень сильно зависит от того что мы в голову раньше напихали и не зависит от количества и от качества и от количества и качества напиханного понимаете причем это тик ток да причем это же не значит что вот это вот все напиханное оно сохраняется в веках на жестком диске ничего такого как раз не происходит после что значит на как и видно ну записывается зале жду мы обычно как думаем там воспоминания типа раз и они у нас записались как компьютере нажатом диске ничего такого красный происходит память работает не так все что вот мы туда пихаем она не сохраняется там как на жестком диске она скорее формирует уникальную структуру нейронных связей вот у каждого человека благодаря вот этому его индивидуальному опыту формируется уникальная структура нейронных связей ну вот представьте себе представьте себе например вот эти вот нейронные связи в голове по аналогии ну скажем с железнодорожным железнодорожной сеть ржд вот у каждого в голове есть своя собственная уникальная ржд со своими магистралями полустанками станции постоянно еще перестраиваешь к колейками сортировочными станциями большими вокзалами столичными как москве маленькими и тому так далее то каждого она своя и вот поступающая информация в голову она говоря метафорически она отправляется в путь в соответствии с имеющимся расписание внутрь если если поступающая информация как бы пришла ну на чисто поле где нет станции дорожки не проложены нету колеи до жесткой колейки нет то это информация придет не у вас вы просто не сможете воспринимать что поезда там не ходят нет станции то другими словами к восприятию любого искусства надо готовить восприятию вообще всего бы что не всего чего бы то ни было но все так происходит знаете вот все жизнь и восприятие происходит именно так но мы так или иначе все что-то воспринимаем у нас есть какой-то опыт мы что-то воспринимаем но через фильтр своего субъективного опыта с помощью той структуры вот этих вот нейронных связей которые есть внутри я как раз про этот опыт он у любого человека он какой-то есть любой момент важно что если у тебя есть один проспект под названием еда и очень тонкие улочки под названием духовная жизнь и развитие это тебе нужно если ты хочешь внутренней расти и хочешь в диалоге с искусством быть тебе нужно в твоей голове как в тренажерном зале их прокачивать этот как прокладываю прокладываю на рай художника который проеду тратить на это силы иначе вся информация которую будете в голову поступать она будет садиться на поезд в ресторан да ну не если туда идет пояс ну как вы просто мять и когда речь идет об искусстве мы же не зря от проекта заговорил искусство есть одна особенность отличная от всего остального бытового восприятия но заключается в том что искусство способна пробивать брешь вот в этой устоявшийся структуре субъективного восприятия устоящее способное пробивать брешь это особенность искусства но эта способность она возникает она возникает в двух случаях так во первом леса сам момент про то что во первых да во первых психика человека должна находиться в особом состоянии и во вторых само произведение должно быть достаточно сильно эстетически или контекстуально особое состояние психики вот это вот о котором я говорю которая позволяет пробивать брешь в устоявшимся субъективном опыте она это особое состояние она бывает двух типов произвольное и непроизвольное условно непроизвольное это когда мы например когда психика находится в неустойчивом состоянии скажем мы влюблены или коронавирус или да не коронавирус это все или на или наоборот у нас там экзистенциальный кризис какой-то дамы на жизненный перепутать обострение как обострение внутреннего психического вот этого вот баланса когда она нарушается это вот непроизвольное состояние а есть про еще произвольное состояние то что теоретически ну и практически человек может вызвать самостоятельно это произвольное состояние характеризуется двумя простыми установками не заключается в том что необходимо относиться с искренним интересом и с уважением искренний интерес и уважение вот эти две установки это сейчас не литературные фантазии я прекрасно это результат конкретных когнитивных исследований которыми я достаточно много занимаюсь но в плане восприятия что нет вопрос интересует как культуролог как теоретика искусства истории мало занимаетесь разок это получена искренний интерес искренний интерес и уважение и уважение это внутреннюю установка внутреннюю установку открыт к новому знанию они формируют у тебя формируют тебя особое состояние психики поверьте мне средни влюбленности там в той же самой но понятно что это будет по-другому выглядеть но тем не менее но тем не менее особое состояние психик которая позволяет сильному искусству пробивать брешь и фактически вызывать то особое состояние которое там аристотель называл катарсис поэтому те люди которые ставят себе блоки такие что современное искусство это непонятно это мыльный пузырь это не интересно это за он да они себе потенциально обрезают возможность выстроить с ним диалог и это безумно обидно потому что они таким образом много чего в жизни недополучит и может быть это звучит конечно пафосно да но она действительно так потому что язык искусства он настолько многогранный глубокий интересный что некоторые вещи которые словами не объяснить можно дарнести с помощью искусства и глубина восприятие это будет гораздо глубже нежели чем это просто будет ты словесно как пример привести не знаю искусство она часто помогает человеку осознать кто ты глобально или в моменте у меня дома висит картина современной художницы велины петренко и так получилось что я занимаюсь гостиной пилатесом и когда лежу у меня взгляд прямо на эту работу и в зависимости от того какое мне состояние я там вижу разные у меня бывают или горы или бушующее море я один раз это поняла и я могу сама себя уже анализирует диагностика в каком состоянии на данный момент я нахожусь не так это нравится у меня с ней диалог уме с ней взаимоотношения с этой работой и мне нужно было сейчас на съемку и отвозить я сказал не пущу это мой индикатор дома моих состояний поэтому вот пример а можно было просто посмотреть сказать какие-то точки ерунда а для меня это уже теперь индикатор моих состояния внутренних и таких примеров миллион я думаю у дениса тоже много да и и и даже вот здесь когда ты ведешь передачу это тоже работает если у тебя возникает вот это искренний интерес и уважение к готова ищ про вопросы не важно все становится потому что ты начинаешь чувствовать наверное этот момент жизни до который происходит с тобой и ну вот если если это все хозяйство резюмировать туда чается что для полноценного восприятия искусства нам необходимо во первых в нормальном состоянии развивать свой культурный капитал ну потому что от этого зависит что мы вообще способны от этого значительной степени зависит что мы вообще способны понять с одной стороны а с другой стороны вот обращать внимание на то что есть особое состояние психи которая человеку доступны с помощью искреннего интереса и уважения есть прям конкретные промо на исследование очень я несколько лет назад на них натолкнулся целый институт американский который занимался проблемой как раз нейрофизиологии целеполагания была целая слизисткая программа нейрофизиологии целеполагания и там внутри этой программы они очень разные вещи проводить проводили разные эксперименты да да в эти и по интересу и по уважению и по тем какие цели перед человеком стоят и как фактически выполняя одно и то же действие но с разными целями в голове он будет разный результат производят замер его мозговой активности с помощью мрт и работают разные участки мозга хотя он делает одно и то же то есть он ставит задачу нажимай кнопку нажимает кнопку должен работать один и тот же участок мозга да но в зависимости от того в каком состоянии он находится или какую цель он преследует или как он относится к самому факту того что можно работают разные участки мозга это ключевым образом вообще меняет всю идею нашего восприятия мать ну и там дальше об этом долго рассказывать давайте про сегодня поговорим про художников и про то как они создают свои работы сейчас я понимаю что тоже загадка наверное но как вообще художнику сейчас живется он у него есть и багаж классический можно действительно эту школу проходить и учиться писать все самого начала с азов а можно посмотреть на ротка и подумать что ну можно и придумаю я или как мне нравится сейчас очень много в где-то выскакивает в соцсетях когда картина знаете там раскручивается краска по ней поливается какие-то получаются из этого штуки вот как тут не потеряться или есть те кто не теряется есть и кто теряется даже не знаю в какую сторону вопрос задать но вот просто сидит живой художник да и сидит художник но мне не очень понятно с какой позиции вы спрашиваете с позиции художника до больше позиции художника расскажите про ваше внутреннее восприятие мы зрители поняли уже как разбираться с искусством все нам примерно ясно а вот что у вас за процесс до культурный капитал честное забыл искренний интерес и уважение искренний интерес и уважение да а что у вас там происходит вы там не запутались я не сказал что я не очень понимаю позицию этого вопроса потому что от чего такого особо сильно изменилось то не знаю для тех людей кто серьезно занимается искусством то себя действительно осознает как художник я честно говоря не думаю что это вопрос стоит учиться или не учиться как ну конечно учиться мне тоже так кажется нет такого нет такого вопроса причем здесь не имеет значения закончил ты суриковский например институт или не закончил вообще мы знаем примеры сто двести лет назад когда люди не заканчивают никого института там врубиваешься при этом узнать у кого-то же учился учился да какая школа да я согну я об этом и говорю собственно мы же не про институциональные какие-то вещи как к какая школа какая школа тот же самый врубель постоянно издевался над серого коровину что они рисовать не умеют а те ему ничего не могли возразить потому что в х он был прав он был круче и тем не менее то есть это не вопрос учиться или не учиться конечно учиться любой серьезный художник это прекрасно понимает и любой серьезный художник постоянно учится и вот эти вот все истории тем что там краска там куда-то там что-то разбрызгивается это все внешние эффекты это все ерунда если человек воспринимает тот кто считает например себя художником это вот все на таком уровне то поверьте он не художник я это называют творчество до творчество из творчества занимается дома творчеством отлично она делает по номерам пишет картины да это жизнь тоже она себя проявляет она тоже получает от этого такой прилив и отлично удовольствие и вы мамы ты умничка тебя творчество а у нее сильно рефлексии насть посмотри как я у тебя творчество и это уже достаточно есть ремесленничество да когда человек делает горшки это тоже обязательно горшки а просто он прежде всего на первое место мастерство мастерство технологии а есть другая категория но самое главное что нет такого определенного мерила когда ты можешь сказать вот это творчество с мамой понятно это ремесленничество а это искусство потому что да и хорошо что не опасно быть как не искренним и ох давай да и неуважительным и неуважительным иначе ты сможешь что-то в этой жизни упустить если ты будешь относиться уже изначально вот так вот поэтому с моей например позиции как с человека ну как с художника во первых который занимается творчеством сегодня в современную эпоху чеку которого классическое образование художественное по образованию художник монументалист монументалист да но у нас еще в советское время было такое разделение есть те кто монументалисты и те кто не очень не есть вы просто не знаете эту внутреннюю всю кухню у вас были есть еще в советское время были станковисты это самое это элита картинки были монументалисты это те кто потом мозаиками занимаешься например художники оформить а были еще депричники это декоративно прикладное искусство это те кто потом красный горшки но это я так утрирую конечно тем не все всегда самый топ советское время это были логовисты но по факту всегда все занимались одними тем же никого значениями но смысл в том что я как раз художник в классическом образовании и при этом сам уйду очень разные стороны скажем там мою живопись вообще даже живу все трудно называть ваш классическое там совершенно невозможно и тем не менее заподобить допустим меня в неуважении к традициям ну как-то наверное не повернется язык и в отношении того как живется художником да да всяко живется как в собственно и всем остальным кому-то хорошо живется мне хорошо живется мне нравится но так же как у всех остальных людей надо булками шевелить делать что-то стараться другой разговор что у нас в стране в общем не самая такая хорошая ситуация с арт-рынком это большой немножко можно у это большой вопрос насколько это хорошо когда она хорошая у меня нет а что это значит вот я слышу периодически это знаю хорошо с арт-рынком но денег нет там есть деньги ну я занималась не 3 антиквариатом и я знаю что у людей на игры просто со своей колокольни судишь давай я тебя свожу в перми например или в новосибирск или в екатеринбург и что нам и увидишь что все не так совсем я же ведь не потому что все плохо образование у потенциальных заказчиков которые могут это покупать ну я приравниваю я согласен я это сравниваю одну я просто не договорил то что нет денег это ну такой как бы мем денег там нет денег там где нужно чтобы их потратить и об этом у нас нету культуры не собирайтесь тут я согласен 100 процентов снасти конечно деньги естественно и куда они делись он выйти на улицу посмотрите в москве погуляйте какие машины ездят столько во всей европе наверное нет машин как как москве в дубае разве что только вот еще одно благословенное место мне кажется уже надо как-то на уровне вербализации заканчивать депрессивное настроение что на все плохо с арт-рынком потому что я это только вокруг слышу постоянно уже на протяжении сколько 15 лет ничего не меняется и все говорят одно и то же может быть надо уже начать говорить что все хорошо и будет все хорошо песни пер галерист сергей гречен я какую встречу так он все время плачет как у нас все плохо как плохо но у него бизнес существует я не знаю для 20 может быть даже больше но как-то же существует все нормально а шар и крест шарахнул это вообще просто я же начал разговор с того что мне хорошо живется что я же все равно я общаюсь с другими художниками ну и в силу того что сам там как-то исследование занимайся так как-то не то чтобы я прям сильно погружен в этот контекст современный но тем не менее как-то ориентируясь и ну есть есть свои проблемы прежде всего они будут как раз в том чем настигла это у людей вот этого у нас нет а вот этой вообще культуры что ли не только в отношении заказчиков на и в отношении самих художников у нас какой то есть стереотип что художник вот он сам себе сидит у себя дома и пишет а в европе или в америке как они в комьюнити объединяются у них тусовка и сейчас мне кажется у нас самом случае в москве наблюдается это они вокруг каких-то институции например кучку но когда пеном база и дать его ротченко или сида они идут учиться вокруг вот вот этого всего да они объединяются же есть общий контекст какой-то это как-то реанимирует немножко этот но есть как бы рассвет свет в конце туннеля даже конечно есть более что современное пространство вот к современному пространству нашему медийному там интернет нему можно по-разному относиться можно говорить что это там пространство поверхности или еще что-то по факту понятно все вот это вот там не очень хорошая но есть но но кроме всего этого еще она дает массу возможностей не надо об этом забывать массу возможностей проявляться для тех же самых художников заведи себе instagram да проявляйся даже есть аккаунты где учит художнику продвижа продвижению через instagram просто под ключ дают инструментарий да есть онлайн-школы иди учиться возможно западелось портфолио даже элементарно как просто отправить на open call свою работу потому что многие делают это просто технически неправильно и не могут пройти то есть сейчас огромное количество возможностей нужно просто ободриться хоть сама не художник такая ободриться более буквально не да было бы неплохо недавно был просто попросили я возглавил жюри какого-то конкурса ну вот для художников с разных регионов даже из разных стран присылали работы и много там всего что вот к тому что настя говорила что сами художники недостаточно активны в этом смысле и не делают то что казалось бы нужно было бы сделать люди присылают свою работу на конкурс и у них есть возможность выиграть гранта возможно зарубежный даже что-то еще там точить я вот смотрю на эти работы я понимаю что люди вообще никак не заморочились ну то есть качество фотографии ужасное как вот мне напустим как специалисту оценивать работу живописную или скульптурно по по этому самому по картинке в интернете которые ужасного качества ведь вообще ничего не вижу зачем смысла тогда вот и художник ты отправляешь свои работы соответственно ты хочешь победить конкурсе вот я бы допустим на минуту этого человека сильно заморочился я бы сделал кучу фотографий высокого разрешения чтобы спросил а вам три тысячи фоток или три с половиной до текст бы вот такой накатал чтобы всем было понятно что я хочу сказать хотя с точки зрения художника не совсем правильно но мы существуем в той ситуации в которой мы существуем это у вас есть менеджером конечно у вас есть навык такой а художников стало больше в последнее время рада кажется но не бы но я родился ты ведь 40 с лишним лет назад да в кармане не с навыком дашь его где-то как бы наработал и вот это хорошая мысль друзья я хочу на ней закончить нашу разговаривались да да мы поговорили про классическое искусство в современных реалиях не знаю поговорили ли но точно выяснили что это и не рудимент прошлого и не курс на обновление все как-то вместе сплавлено надо просто и принять работу что сейчас нас классическим искусством является когда-то было современным да и этот процесс почему а значит этот спор древних и новых да называется там вот этот шар пиро если у нас если у нас есть еще час нет нет вот этот спор да и шар пиро который сказки писал так вот это 17 век это нас ледоек 14 вот этот мало он говорил что вот нам нужно на античность ориентироваться на античные идеалы а вот этот пирог пиро говорил что нужно современное искусство идти а это юдик 14 17 век мы смотрим это же там пуссен скукота на классическое искусство уже тогда начался этот спор это что сейчас классика тогда уже было чем-то новым тогда еще было современным искусством тем не менее потому что есть ключевая разница между спором старого и нового и между тем что мы называем современным искусством чистом виде это разные вещи все но это один это отдельная беседа друзья мы поговорили сегодня с художником культурологом и дизайнером денисом гардари а также искусствоведом основателем онлайн проекта школа популярного искусства об поп-парк анастасии постригай получилось в общем об искусстве о том как правильно его понимать что это такое и мы завершаем дуэль так как все живы и дуэль состоялась даже не выстрелили даже не достали под конец только да а такое а такое возможно на дуэли можно договориться есть такие правила так как все остались живы по последнему слову всегда мы даем нашим гостям все что вы хотите сказать зрителям я бы честно у меня есть мысли могу предложить да мы много говорили про вот этот культурный багаж мы все примерно понимаем как собирать чемодан открыть его положить вещи закрыть чемодан поехать а как набирать вот этот культурный багаж есть какие-то важные обязательные вещи или необязательные вот какой-то совета от каждого из вас если мы услышали финале нашей дуэли я был бы очень рад кроме конечно того что нужно прочитать книги анастасия и дениса тропами искусства и арт-шпаргалка вот кроме этого слушайте но банальность скажу ничего пожалова это ведь не придумал смотреть и читать очень просто классику да все что чаще балFiт не все что попадается все что хорошее все что хорошее современными Salem даже нет никаких проблем с тем чтобы что-то узнать так мы можем узнать что угодно современном мире скорее больше проблема с тем чтобы понять что именно нужно узнавать вот это гораздо большие проблемы те арминия и смотреть ходить на выставки покупать хорошие книжки читать вот так и накапливается культурный капитал общаться с хорошими людьми никто ничего нового не придумал все банально все просто если добавлю потому что я полностью согласна что нужно прокачивать свою насмотренность делать из своих узких маленьких троп большие проспекты как мы уже до выяснили с точки зрения психологии как это происходит и если например есть ограничение многие говорят вот я живу маленьком городе у меня нет музея у меня нет возможности покупать книги об искусстве есть например google art project где собранная коллекция с практически всех музеев мира с потрясающим разрешением фотографий где можно даже маски рембрандта приблизить так что ты увидишь даже как вот он мастихийным там работал да и так далее посмаковать главное просто было желание конечно отлично открываешь большое и там куча крутых людей есть которые рассказывают массу крутых вещей очень конечно есть много всякого бреда но можно даже открыть instagram а папа да например вот instagram денис это опаснее опаснее спасибо друзья конечно я уверен что многие воспользуются этими советами потому что они как просты так и важны и не забывайте смотреть программу литературная дуэль с вами был алексей марков до встречи следующий раз